Для того, чтобы оповестить их об этом, то у всех у них нашлось много различных оправданий для того, чтобы не посетить господина. Кто-то сказал о том, что приобрел участок, и надо этот участок посмотреть. Кто-то купил валок, и надо пройти на пол и посмотреть на них. А кто-то сказал о том, что у него брачники. И вот таким образом, те, кто были призваны на пир, отказались от участия в нем. Тогда Господин говорит своим слухам о том, что идите и призовите нищих, и таким образом наполнился пир. Эта притча напоминает нам о том, как наша душа порой отрицается от Бога. Ведь истинное назначение души заключается в единении с Богом. И самое высокое произведение единения души с Богом является брак. Как и на земле, брак мужчины и женщины является одним из высочайших единения двух человек. И вот такое единение с Богом, такому единению с Богом все мы, дорогие братья, призваны. И если говорить о значении этой притчи, то можно сказать о том, что израильский народ, который был с самого начала ведом Богом, к тому пришествию Мессии, к тому, чтобы принять Мессию и прославить Бога, о том спасении, роду человечеству, которое мы получили через смерть и воскресение, они отглобились. И как притча говорит, все нашли много-много причин для того, чтобы не встретить Спасителя должным образом. Кто-то посчитал, что Он богохульник, кто-то посчитал, что Он пришел не должным образом, как все Его ожидали. Кто-то хотел, чтобы пришел Мессия в виде сильного царя, который провел бы за собой богоизбранный народ, и таким образом иудейский народ стал бы во главе всех других народов. Но этого не произошло. Господь наш Иисус Христос пришел в образе смиренного раба всему человечеству. И за что умер, был поругаемый и через смерть и воскресение даровал всем нам надежду в жизнь вечную. Таким мы, дорогие братья и сестры, должны помнить о том, чтобы невзирая на какие происшествия, невзирая на какие объекты или людей, которые находятся рядом с нами, не должны удаляться от Бога. Ведь все, что находится вне любви к Богу, находится и является кумиром, который отвлекает нас от самого Бога. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем помнить об этом и стараться стремиться к тому, чтобы никакие люди, никакие предметы не были теми идолами, которые могли бы нас отвлекать от Бога. И если это происходит таким образом, если мы увлекаемся больше, чем необходимо, или каким-то человеком, или каким-то предметом, мы удаляемся от Бога. Поэтому будем помнить об этом и стремиться к тому, чтобы все, что встречается в нашей жизни, все, что выпадает в сети испытаний, которые выпадают на нашу долю, чтобы мы в эти дни, в эти моменты помнили и прославовали о любом. обращались к нашему милостивому Отцу, чтобы Он укреплял нас и ни в коем случае не удалял от Его Царства, Царства Небесного. Чтобы все, что мы имеем в этой жизни, было дано каждому из нас для спасения нашей души. В чем да поможет нам Господь Бог. И будем просить всеми милостивого Бога, чтобы, как и сегодня, все мы могли бы иметь возможность прийти в храм, прославить его за те успехи наши, может быть, за какие-то невзгоды. Всякое в жизни нашей бывает. Но прийти к всеми милостивому Богу и просить благословения на то, чтобы Он укрепил нас в испытания и благословил на добрые дела. Аминь. Спасибо, Господи. Спасибо. 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 Спасибо.